День Города 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 проезжают сквозь двор. Через наш двор проезжает очень много машин, проходящих на почту. Все грузовые идут. Разбитость – это давно уже. И обращались, сколько раз ходили наши представители за помощью. И никакого пока результата мы не видим. К сожалению, проблема дома номер 7 по улице Новоселов знакома очень многим рязанцам. Под фотографиями в социальной сети, которую опубликовала жительница этого двора, люди из разных районов оставляли комментарии. Когда смотрел на фото, был уверен, что это улица Великаново. Да такая фигня по всему городу. Братиславская. Двор дома 23. Один в один. По словам местных жителей, этот дом первый в микрорайоне Дашково-Песочня. Он появился в ныне крупном спальном районе в 70-м году. С тех пор никакого ремонта дома или двора не было. Между тем, капитальный ремонт по очереди должны были выполнить в 2018 году. Жители в ожидании, ведь уже 2020-й, а ситуация неизменна. Марина Комиссарова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Традиционно вокзал – место, где живут надежды. И одновременно это место повышенной опасности. За спокойствие приезжающих и уезжающих людей на вокзалах отвечает транспортная полиция. Водный, воздушный, железнодорожный транспорт – стихия этих людей в форме, благодаря которым каждый из нас чувствует себя в безопасности, отправляясь в путь. И на страже порядка и спокойствия оказываются не только мужчины. 12 лет назад Надежда впервые надела форму и собралась на смену. С тех пор безопасность вокзалов родного города – ее жизнь. О выборе профессии не жалела ни разу. У нас объекты транспорта – это поезда дальневоследные, как я и говорила, электропоезда, вокзалы. Ну так, интересная работа очень. В любую погоду, в любое время суток сотрудники патрульно-постовой службы – те люди, благодаря которым на железнодорожных станциях всегда спокойно. Спектр полномочий широк от пресечения хулиганств и распития алкоголя, за помощь тем, кто потерялся или почувствовал себя нехорошо. Бывают и более серьезные случаи. Начинала я с патрульно-постовой службы. У нас вот, я работала в ночь, выходила, у нас было убийство на второй Рязани. Мужчина убил женщину. Ну тоже по горячим следам он был пойман, раскрытие было. Вот он на данный момент, я так думаю, еще сидит, наверное. Был случай, когда я приехала проверять наряд несения службы на первой Рязани. Сотрудниками патрульно-постовой службы был выявлен гражданин в состоянии алкогольного опьянения. И у него были поддельные документы сотрудника, что вызвало у меня подозрение, потому что данный гражданин был не похож на сотрудника. По этому случаю сейчас проводится проверка. За 12 лет службы Надежда видела многое, но для нее это просто работа. И она утверждает, что научилась справляться с эмоциями. Есть такие моменты, которые, бывает, становятся страшно, но потом понимаешь, что нужно действовать как сотрудник полиции, а не как гражданин. Именно транспортные полицейские проверяют электрички, сопровождают детские поезда во время летних каникул и следят за любителями рисковать и перебегать железнодорожные пути в неположенных местах. Ежедневно через вокзал Рязани-1 проходит около 90 поездов. За прошедший год выявлено почти 3000 нарушений. Это в среднем 8 нарушений в сутки. А справляться с ними приходится тем, чья служба, на первый взгляд, неприметна, но очень важна. Марина Комиссарова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Утром 20 февраля на Северной окружной дороге произошло массовое ДТП. По предварительным данным, авария с участием пяти легковых автомобилей случилась по направлению в сторону гипермаркета «Глубус». В результате дорожного происшествия на указанном участке примерно на полчаса образовалась громадная пробка. В аварии никто не пострадал. Еще одна авария произошла в ночь с 19 на 20 февраля на перекрестке улиц Грибоедова и Липкнехта. В ней пострадал 34-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России Паризанской области. По информации ведомства 2240 на улице Липкнехта, при повороте на улицу Грибоедова «Ниссан» под управлением 34-летнего водителя столкнулся с БМВ, за рулем которого находился 42-летний водитель. В результате ДТП водитель «Ниссан» доставлялся в медучреждение. Сотрудники ДПС помогли предотвратить дорожно-транспортное происшествие. При въезде в город был задержан КАМАЗ, у которого полностью не работала тормозная система. Подробности далее. На Солодчинском шоссе сотрудники ДПС задержали ярко-желтый КАМАЗ, полностью груженный песком. Во время проверки документов выяснилось, что у грузового автомобиля неисправны тормоза. Водитель был немедленно отстранен от управления транспортным средством. А работники ДПС приступили к оформлению протокола. Было остановлено транспортное средство с заведомо неисправной тормозной системой. В результате данного факта водитель отстранен от управления транспортным средством. Грузовой автомобиль перемещен на специализированную стоянку. Водителю грозит административная ответственность. Задержание данного транспортного средства предотвратило возможную аварию. КАМАЗ весом 14 тонн при отсутствии системы торможения мог бы создать аварийную ситуацию на дороге. Трудно предположить, какие повреждения могли бы получить автомобили и находящиеся в них люди. Семен Иванов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Служба в органах МВД – дело непростое и благородное. Особенно нелегко служить приходится бойцам отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Накануне 23 февраля мы посетили расположение Рязанского батальона БПС. В преддверии праздника наша съемочная группа посетила расположение отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции по Рязанской области. Сотрудники полка ППС отрабатывали тактико-специальные задачи для подготовки служащих МВД по обеспечению общественного порядка. Бойцы ППС продемонстрировали взятие машины с последующим захватом подозреваемых. Также они с помощью специально обученных собак находили наркотические вещества, спрятанные в автомобиле. Все происходило в условиях, приближенных к боевым. Практические задачи, решаемые в ходе таких учений, полностью взаимосвязаны между собой и последовательно утекают одной из другого. Грамотные действия бойцов ППС при отработке одной ситуации закладывают фундамент для принятия правильного решения на выполнение следующей задачи. Командиром роты ППС является Артем Юдаев. Он несет службу в этом батальоне не первый год и зарекомендовал себя как исполнительный и ответственный сотрудник. Он рассказал свой боевой путь от поступления в военное училище до настоящего времени. Мой жизненный путь в вооруженных силах начался с 2004 года. Поступила в наше Рязанское высшее военно-командное училище связи. С 2004 года по 2009 год обучался, был курсантом. О службе в вооруженных силах. Восемь лет вернулся с семьей в город Рязань. Устроился в отдельный батальон ППС на должность инспектором ППС. Через два года стал командиром взвода. И вот в прошлом году был назначен командиром первой роты отдельного батальона ППС. В его непосредственные обязанности входит охрана общественного порядка, выезд и раскрытие преступлений средней тяжести, задержание граждан, находящихся в федеральном розыске. Помимо основной службы Артем Юдаев проводит обучающие занятия в организации «Православные витязи». Проводили с ним занятия и по огневой подготовке, стреляли они из винтовок и получили в воде разводить их костры, то есть как они могут, чтобы основа выживаемости в лесу. Дети у нас в возрастной категории были где-то начиная с 6 до 13 лет. В органах МВД Артем Юдаев служит с 2012 года. За это время был неоднократно награжден Министерством внутренних дел Рязанской области за безупречную службу. Руководство батальона, где он несет службу, отзывается о нем только с положительной стороны. Человек боеспособный, добросовестный, всегда отличается от своей служебной деятельности четкостью действий, дисциплиной. Одним словом, мне, как командиру подразделения, приятно работать с таким сотрудником, как Артем Викторович. Служба в отдельном батальоне патрульно-постовой службы полиции весьма непроста, так как ее сотрудникам приходится выполнять множество сложных задач, но при этом служить интересно и приятно. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Зима заканчивается в этом году раньше времени. В Институте географии Российской академии наук считают, что к настоящему весеннему теплу можно готовиться уже в середине марта. Рязанские ученые рассказали, как климатические изменения отразятся на флоре и фауне. Из-за аномально теплой зимы в Спас-Клепиках Рязанской области в феврале уже выросли и готовы распуститься под снежники. Видимо, климат действительно меняется. Рязанские ученые считают, что за последние два десятилетия зима стала чуть более короткой. Она позже начинается и раньше заканчивается. Ведь задумайтесь, зима в Рязани должна начинаться примерно 20 ноября и заканчиваться 20 марта. И длится она не как календарная, она целый месяц дольше. Зима – это тот период, когда среднесуточные ниже нуля, когда вода скорее в виде льда, чем в виде воды. Однако мы видим то, что зима стала начинаться уже не в конце ноября, а в начале декабря, а то и позднее. И заканчивается она где-то ближе к концу февраля, не доживая до марта. Также ученые отмечают, что за последние шесть лет в пяти годах не было половодья. Это происходило из-за теплых зим. Талая вода просачивалась в грунт, и когда приходила весна, уже нечему было таять. Флора и фауна всегда реагируют на подобные изменения. Нередко численность видов меняется. Может увеличиваться, например, количество вредителей сельского хозяйства. Из-за теплых зим у нас также могут появиться и южные насекомые. Не каждый год, но в очень жаркое лето в Рязань прилетают тропические гигантские бабочки. О них знают те, кто пытается получить урожай меда. Потому что бабочка-бражник-мертвая голова почему-то любит влезать в ульи и воровать у пчел мед. Эту бабочку можно встретить именно в жаркие годы. У нее гусеница, кормится на картошке и вырастает более чем в 15 сантиметров. Есть и ряд подобных. Но почему они не наши виды? Почему это мигранты? Потому что холодная зима для них всегда губительна. Но надо понимать, что теплая зима может позволить сохраниться тропическим видам, проникшим в прошлом году. Виноваты в такой теплой погоде сейчас антициклоны, которые несут теплый воздух с Атлантики. Если так и будет продолжаться, ученые полагают, что климатические условия могут позволить не вымерзать теплолюбивым видом растений. Ведь через наш регион проходит железная дорога в сторону Москвы и Средней Азии. И ежегодно вместе с пылью, с грязью, к вагонам поездов по маршруту Душанбе-Москва в Рязанскую область приезжают семена растений родом из Средней Азии. Они падают, они прорастают вдоль железных дорог, в перекате и поле, различные виды солянок. Конечно, в аномальной зиме были и свои плюсы. Не нужно было покупать много теплых вещей, автомобилисты сэкономили на топливе, на улице стало меньше песка, соли, реагентов. Да и у коммунальщиков работы поубавилось. Что касается остальных последствий зимы, то специалисты говорят, что мы приспосабливаемся к ним каждый год, будь она теплой, снежной или морозной. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Школьные оценки заменят на зачеты. Новые введения коснутся физкультуры, музыки и ИЗО. Последнее предложение Ольги Васильевой на посту министра просвещения в отказе от оценок по физкультуре, музыке и рисованию, похоже, будет воплощено в жизнь. На общественное обсуждение вынесен проект приказа Министерства просвещения, в котором прописано право учебных заведений выставлять в аттестат по данным дисциплинам зачет или незачет вместо традиционных отметок. Будут ли школы переходить на новую систему оценок, покажет время. И на сегодня это все. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok